Добрый день еще раз, глубоко уважаемые коллеги. Пока загружается презентация, можно я скажу, что два с половиной года назад мне доверили на Японском конгрессе сделать доклад по поводу дозы интенсивных режимов химиотерапии. Там речь шла о неодеванте, одеванте и лечебные режимы. В принципе, доклад доступен в записи и убедительно доказано, что эти режимы имеют преимущество у больных высокого риска прогрессирования в одеванте. Ну, такую расширенную лекцию можно там посмотреть. Итак, новые клинические испытания при метастатическом раке молочной железы. Реальный или возможный выход в клиническую практику? Ну, многие вопросы уже обсуждались и докладчики упоминали о целом ряде исследований. Тем не менее, такое обзорное сообщение частично у меня будет перекликаться с предыдущими докладами. Мы рассмотрим результаты клинических исследований при метастатическом раке молочной железы по подтипам HER2-позитивным, люминальным и нелюминальным, эстроген-рецепторопозитивным, HER2-негативным и трижды негативным метастатическом раке молочной железы. Итак, HER2-позитивный, местно распространенный или метастатический рак молочной железы. На сегодняшний день в клиническую практику вошел новый алгоритм лечения этого заболевания. Также обсуждается место антрациклинов. Подробный вопрос о новом алгоритме терапии будет рассматриваться сегодня на вечернем сателлитном симпозиуме. Поэтому скажу очень коротко. Предпочтительным режимом химиотерапии первой линии является комбинация тростузумаба с пертузумабом и токсаном. Режимом второй или последующей линии терапии является препарат коньюгат моноклонального антитела и цитостатика TDM1 или тростузумаб-ДМ1. Остались ли какие-то нерешенные вопросы? Но вот частично мы упомянули их на предыдущей секции. В исследовании по первой линии, в исследовании Клеопатра включались больные с прогрессированием через 12 месяцев после окончания адевантной терапии тростузумабом. Ну и соответственно непонятно, что делать, если прошло менее 12 месяцев, то есть раннее прогрессирование. Большинство экспертов склоняется к тому, что в этой ситуации мы должны сразу переходить ко второй линии терапии. Вот это фотография с обсуждением сессии АСКО, где обсуждался этот вопрос. И фотография клинических практических рекомендаций экспертов АСКО, которые говорят, что если прогрессирование наступило в срок до 12 месяцев от окончания адевантной терапии тростузумабом, то целесообразно сразу назначать TDM1. Мне кажется, это весьма спорный вопрос, потому что опять-таки неделю назад на АСКО были представлены результаты первой линии лечения HR2-позитивного метастатического рака молочной железы. Базовый режим тростузумаб ДОТСТАКСЛ, старый стандарт лечения, и с ним сравнили TDM1 или TDM1 в комбинации с перстузумабом. Ну и оказалось, что включались пациентки, в том числе, включались пациентки, прогрессировавшие в течение более 6 месяцев после токсанов и ВНК алкалоидов, а вот сроки прогрессирования после тростузумаба или лопотениба, использованных неодевантной адеванта, не оговаривались, поэтому часть больных были с ранним прогрессированием на этом лечении. Ну вот оказалось, что TDM1 не имеет преимуществ перед комбинацией стандартной тростузумабы. ДОТСТАКСЛ во всей группе сейчас обсуждаются подгрупповые анализы, но в целом, мне кажется, преимущества назначения TDM1 не доказаны. Добавлять перстузумаб к TDM1 нецелесообразно. И вопрос о тактике при раннем прогрессировании после адевантного тростузумаба на сегодняшний день остается открытым. Возможно, это все-таки комбинация перстузумаба с тростузумабом и таксан. Профессор Владимирова говорила здесь о роли антрациклинов, в том числе при ХР2 позитивном, раке молочной железы. Возможная причина – это топоизомераза 2-альфа. Ранее было показано, что в геноме область, кодирующая топоизомеразу регион топоизомераза 2-альфа, находится сразу же за регионом, кодирующим ХР2. И амплификация гена ХР2 с высокой частотой коррелирует с аберрациями гена топоизомераза 2-альфа. Как я уже говорила, по обновленной инструкции к тростузумабу в неодивантной терапии мы можем применять тростузумаб одновременно с антрациклинами, просто придерживаясь меньшей предельно допустимой дозы. А вот при метастатическом раке молочной железы, возможно, вариантом выбора может быть пигелированный липосомальный доксорубицин, который вернулся в Российскую Федерацию. Ранее была продемонстрирована безопасность совместного применения пигелированного липосомального доксорубицина и тростузумаба. И в 2015 году вышло исследование второй фазы, относительно небольшое, куда включались больные с предлеченным ХР2-позитивным метастатическим раком молочной железы. Была продемонстрирована эффективность и безопасность комбинации пигелированный липосомальный доксорубицин и лопатиниб, явлений кардиотоксичности не отмечено. Следующий раздел обсуждения – это новые подходы к лекарственной терапии эстрогенорецептор позитивного ХР2-негативного метастатического рака молочной железы. Они блестяще были освещены в первой лекции. Но, тем не менее, поскольку у меня было задание, я тоже включу эту часть в свой доклад. И вот в качестве картинки, иллюстрирующей эту форму, я выбрала волка в овечьей шкуре, потому что мы часто считаем, что это больные прогностически очень благоприятны, а это не всегда так. Исследование по выбору первой линии гормонотерапии метастатического рака молочной железы. Мы считаем, что ингибиторы ароматаза имеют преимущество перед томоксифеном. Но вот здесь старое исследование я привела, не было доказано преимуществ по общей выживаемости при прямом сравнении элитрозола с томоксифеном. В исследовании допускался перекрест. И вот вышло исследование ФЕСТ, исследование второй фазы. Опять-таки, ранее было показано преимущество фулвестранта перед анострозолом при прямом сравнении, причем эффективная доза фулвестранта и обновленный анализ общей выживаемости, представленный в декабре 2014 года на Сан-Антонио пресс-канцер-симпозиуме, продемонстрировал, убедительно продемонстрировал достоверные преимущества фулвестранта перед анострозолом при прямом сравнении. Таким образом, фулвестрант может стать новым стандартом гормонотерапии первой линии, однако необходима подтверждающая исследование третьей фазы. Кроме того, в результате многочисленных исследований последних лет мы можем сказать, что сформировалась концепция первичной и вторичной гормонорезистентности и изучаются пути ее преодоления. Опять-таки, определение резистентности вы уже видели. Первичная резистентность – прогрессирование в течение двух лет на одевантной гормонотерапии или в течение шести месяцев на первой линии гормонотерапии. Вторичная резистентность – прогрессирование на втором этапе одевантной гормонотерапии или в течение одного года после ее окончания, или в любой срок больше шести месяцев на гормонотерапии первой линии. Биологические основы первичной гормонорезистентности очень хорошо изучены. Важнейшую роль играет амплификация или гиперэкспрессия циклина Д1 и активация циклинзависимой киназы, которая участвует в регуляции активности эстрогеновых рецепторов Альфа. Вот здесь я выделила их стрелочкой. Ну и в представленном исследовании второй фазы, это регистрационное исследование, вы его уже видели, добавление ингибитора циклинзависимой киназы 4,6, палбоциклиба к литрозолу достоверно увеличило выживаемость без прогрессирования болезни. К сожалению, выигрыш в общей выживаемости был не столь значительным, хотя в абсолютных цифрах прибавили 4 месяца. Кроме того, исследование третьей фазы, доложенное только что на АСКО, продемонстрировало выигрыш от добавления палбоциклиба к фулвестранту. Опять-таки, у той же группы больных, это речь идет о пациентках с первичной гормонорезистентностью, и это будет основным показанием для добавления ингибиторов циклинзависимых киназ. Вы видите, что проверочный контроль выживаемости без прогрессирования болезни. Центральный аудит продемонстрировал беспрецедентный выигрыш выживаемости без прогрессирования болезни. Данные по общей выживаемости ожидаются. Ну и еще один ингибитор циклинзависимой киназы, пиктелесип. При добавлении к фулвестранту он достоверно улучшил выживаемость без прогрессирования болезни. Мне интересно, что максимальный выигрыш регистрируется в подгруппе больных с экспрессией и эстрогеновых, и прогестероновых рецепторов. И, возможно, это будет вторым фактором, который поможет нам отобрать больных на лечение этими препаратами. Ну вот здесь я привела фотографию АСКО-Пост. Первая страница и просто первая новость – это ингибиторы циклинзависимых киназ. Новый класс препаратов для преодоления первичной гормонорезистентности при метастатическом раке молочной железы. Вторичная гормонорезистентность, биологические основы – это в основном активация пути PI3K-MTOR. И мы тоже знаем очевидную стратегию – это добавление эверолимуса к экземистану. Препарат был зарегистрирован на основе данных по выживаемости без прогрессирования болезни. К сожалению, результаты по общей выживаемости, доложенные в 2014 году, оказались обескураживающими. Не выявлено статистически значимых различий от добавления эверолимуса к экземистану. Необходимо выделение подгрупп, которые будут иметь выигрыш в общей выживаемости. И, соответственно, мы сможем более точно отбирать пациентов на такое лечение. Трижды негативный рак молочной железы. Очень много новостей касается этой группы больных. Как мы уже знаем, выделено 6 различных подгрупп трижды негативного рака молочной железы. И идут работы по индивидуализации терапии в зависимости от принадлежности к той или иной подгруппе. В частности, важнейшей подгруппой является трижды негативный рак молочной железы – люминальный подтип с экспрессией андрогеновых рецепторов. Наиболее крупное исследование было доложено только что НАСКО. По исследованию второй фазы, ингибитор андрогеновых рецепторов энзолутамид оценивался в терапии андроген-рецептор позитивного, трижды негативного рака молочной железы. Выигрыш от энзолутамида реализовывался, был отмечен в выживаемости без прогрессирования общей выживаемости. И был связан с уровнем андрогеновых рецепторов и линией терапии. Чем раньше начинали лечение, тем больше был выигрыш. За границу выбран 1%, по аналогии с астрогеновыми рецепторами. Таким образом, больные трижды негативным раком молочной железы с экспрессией андрогеновых рецепторов смогут, наверное, в дальнейшем получать вот этот вид гормонотерапии. Но нужны исследования третьей фазы. Еще одно очень интересное исследование, оно интересно в практическом отношении. Это прямое сравнение карбоплотина и доцитоксела, производного плотина и таксана, при трижды негативном метастатическом раке молочной железы, не ассоциированном с мутациями BRCA, или BRCA1-2, ассоциированном метастатическом раке молочной железы. Мы неоднократно слышали и видели теоретические данные о том, что таксаны могут оказаться неэффективными у больных с мутацией BRCA. Так вот, оказалось, что эффективность доцитоксела не зависела от наличия или отсутствия мутации BRCA и была абсолютно одинаковой в сравниваемых группах. В отличие от производного плотина карбоплотина, который оказался в два раза эффективнее при мутации BRCA, чем у больных без мутации, и опять-таки у больных с мутацией монотерапия карбоплотином оказалась более эффективной, чем монотерапия доцитокселом. Это не значит, что таксаны вообще не должны применяться, но, наверное, они могут уйти в более позднюю линию лечения. При BRCA, ассоциированном раке молочной железы, начато изучение ингибиторов ПАРП, широкая, по аналогии с раком яичников. В частности, изучается аллопарип, который продемонстрировал высокую частоту объективного ответа. Но идут вторые фазы исследований, пока говорить о чем-то более внятном трудно. И последнее исследование – это новый цитостатик ПЕКЭТРИНОТЕКАН, который изучался у больных после антрациклинов, токсанов и капицитабина. Честно говоря, я лет пять назад заметила этот препарат, очень интересный препарат. Это пигелированный липосомальный ИРИНОТЕКАН, следила за его судьбой. Но вот, к сожалению, результаты этого исследования меня расстроили. Это исследование третьей фазы. При сравнении нового препарата с терапией по выбору врача, был выигрыш в общей выживаемости, но он оказался не столь значимым. Должна отметить, что 40% больных группы контроля получали текущий стандарт ИРИБУЛИ. А вот если мы возьмем подгрупповой анализ, то оказалось, что больные с метастазами в головной мозг имеют существенный выигрыш от назначения препаратов. Ранее было показано, что препарат очень хорошо проникает через гематоэнцефалический барьер, и, возможно, он будет дальше изучаться при метастазах рака молочной железы в головной мозг. Таким образом, при HER2-позитивном раке молочной железы у нас есть новый алгоритм лечения этой формы заболевания и ревизия роли антрациклина. При эстроген-рецептор-позитивном HER2-негативном метастатическом раке молочной железы определяется оптимальная, наиболее эффективная первая линия гормонотерапии. Сформирована концепция первичной и вторичной гормонорезистентности. Разрабатываются стратегии ее преодоления. При первичной гормонорезистентности ингибиторы циклинозависимых киназа, киназ при вторичной ингибиторе МТОР. При трижды негативном раке молочной железы идут исследования по типам трижды негативного рака молочной железы, ингибитор антрогеновых рецепторов при антроген-рецептор позитивной форме, производной платины в перспективе ингибитора ПАР при БРСЕ мустированных формах заболевания, при мутациях БРСЕ доказана равная эффективность токсанов. Ну и изучаются новые цитостатики. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, пожалуйста, время у нас осталось. Да, Лена Владимировна, спасибо за доклад. Вот ваше мнение, почему обычно ведь как бы для гормонотерапии нет так называемой дозозависимого эффекта? Это к вам и вот к вам вопрос к Кирине Альбертовне Королевой. А в исследованиях доза там 250 и 500, все-таки большая эффективность при высокой дозе 500 миллиграмм фазлодекса. Нет, я не говорила, что нет дозозависимого эффекта, я не говорила. Профессор Королев, по-моему, целый блок лекций посвятила как раз дозозависимому эффекту фазлодекса и убедительно доказала, что увеличение дозов из лодекса, но теперь стандартно зарегистрированная доза, а у меня была задача нового исследования, поэтому я не включила, но профессор Королева останавливалась на этом вопросе. Это у Ирины Альбертовны было в докладе, дозозависимый эффект. Хотя для гормона-то вообще как бы дозозависимый эффект вообще как бы не наблюдается, в принципе. Видимо, неправильно была первая доза, выпадена 250 миллиграмм. А, да, действительно, очень такой, действительно, подход, неправильный выбор. Первая доза. Вот по вашему мнению, значит, мы знаем, что как бы если проводится там адювантное лечение, там какой есть переносящий кориаловый эффект, то есть эффект сохраняется долгие там месяцы и годы уже, когда завершена гормонотерапия, допустим, даже тамоксифеном. Через 3-5 лет все еще сохраняется эффект. Это при, как бы, относительно ранних стадиях. Есть ли вот такие же наблюдения при распространенных опухолях, переносящих эффект? Но вот по действующим рекомендациям, если эффект сохраняется, то больные и потом когда-нибудь запрогрессировали, они относятся к гормоночувствительной группе, вообще речь не идет о гормонорезистентности, а вот прогрессирование на гормонотерапии при метастатическом раке молочной железы в любые сроки, к сожалению, по рекомендациям мы должны отнести эту пациентку к группе развития вторичной гормонорезистентности. Но у нас есть много линий, мне кажется, мы у таких больных, которые долго лечатся, просто к следующей линии гормонотерапии должны перейти и все. Вот по-вашему, маркеры резистентности гормонотерапии, вот такие четкие и... Вы знаете, если брать реальную клиническую практику, я, честно говоря, стою за соблюдение рекомендаций. Сухотеория древа жизни вечно зеленеет. Обратите внимание, вот тоже в предыдущей лекции прозвучало, что мы должны обязательно принимать во внимание именно клиническое течение. Нередко бывает, что пациентка с негативными рецепторами или с низким уровнем рецепторов хорошо отвечает на гормонотерапию, напротив 8-8 баллов, и, к сожалению, быстро наступает прогрессирование. Поэтому я просто за соблюдение текущих рекомендаций клинических и оценку клинического ответа. Продолжение следует...